Маленькие служи и уши. Вот сейчас расскажу о стайте тоже. Сначала расскажу о кольте. Вот здесь мы должны видеть хороший наполненный лоб. Но не критично наполненный, когда мы видим сюда подвязку персов четкую. Конечно, мы понимаем, что длинную шерсть они получили от униво-пельсинской крови. Чудес на свете не бывает. Мы должны откуда-то что-то получить. Но когда берешь руки перса и видишь у него тут еще и шишку на лбу, то есть это говорит о том, что его мама или папа был персом. И такие большие открытые глаза, текущие-текущие, то есть прям перс-перс. Здесь мы видим уже хорошо закрепленный породный признак. Здесь только длина шерсти осталась. Великолепная округлая голова. Вот смотрите, какая хорошая. Перехода практически нет. То есть великолепный хороший шар. Анатомическое строение головы таково, что вот эти уши по-другому сесть не могут. Ухо маленькое, плотно прижато. Великолепный нос. Ну, есть небольшая горбинка, но это, в общем-то, всегда чего-то есть. Чего-то это ничего страшного. Повяжут сюда кошка у нас мраморная, реально. Очень красивый рисунок. У нее великолепная текстура шерсти. Проверяем хвости подвижного боков. Хвост у вас хороший. А где это вы такой хвост нашли? Ничего себе. Прям хороший. Великолепная девушка. Очень хорошая. Такая форма тела. Стандарт абсолютно одинаковый от британцев. Почему я на этом заостряю внимание? Потому что британцы подвязывали свое время, поэтому получили такое загруженное немножко тело. Немножко коротковатые ноги. Здесь правильная форма ног и очень такое мускулистое тело. И теперь у нас страйд. Вот был бы мальчик, сказала бы на мальчике, но сейчас скажу на девочке. К великому сожалению, есть определенная бильяда моих коллег, которые считают, что страйд это не порода. И что страйд вообще не имеет права жить на этом свете как порода. Потому как у нас действительно в ЭЦФ на страйда нет стандарта. Это правда. У нас нет стандарта. То есть мы опираемся на стандарт холда с прямыми ушами. Но я не знаю, когда-нибудь вообще будет. Вроде как говорят, что написали стандарт, но я лично его пока не видела. Поэтому я очень с недовольством отношусь к моим коллегам, когда они говорят, что страйд не должен вообще существовать. А вязать холдок надо только на британцах. Это неправильно. Потому что никогда никакой британец не даст такие уши, как там у этой девочки. И только страйд мальчик, правильно рожденный от кошки или кота холда и кого-то страйда, даст то ухо, которое потом генетически сложится. И мы получим правильный ухо. Такой посадку ушей может быть только страйда. То есть вот в этой вариации, смотрите, большое хорошее ухо отсюда, открытое у основания. Анатомическое строение черепа таково, что уши сидят в правильном месте. Оно невысокой длины и при вязке с холдом это ушко уменьшится и вот так вот сложится. Великолепная девочка, великолепная. Очень хороший переход от алба к носу, великолепная. И шикарный грумин, конечно. Мраморная кошка. Я бы, конечно, мрамор убрала, я бы поставил ей 21, потому как на 0,2 мы мрамора не видим и ставить не можем. Ну, классно. А вообще неправильно. Это нечитаемый рисунок называется, да. Великолепная, очень хорошая текстура шерсти. Хвост можно не проверять, потому как у них отсутствует холдовский ген. Поэтому хвост у нее будет всегда такой. Это 110, у нас вообще такого нет. Это 100 вы. Я уже знаю, я уже могу уйти и сказать до свидания. Так, 10 место у нас получает шикарное животное под номером 2. Это кто? Аплодисменты. Аплодисменты. Может, чтобы не держать. Быстрее. Да. Быстрее, давай. Девятое место у нас получает потрясающий малыш номер 112. Мы вас поздравляем. Восьмое место у нас получает красавец или красавица. Красавец номер 86. Красавица номер 66. Седьмое место получает потрясающее животное под номером 72. Это кто? Это вы. А вы 75. Не, не, 72. А, хорошо, я поэтому и не среагировала. Так, шестое место у нас получает наш несчастный апостол. Но мы вас поздравляем, не красиво. Я вам не отдам, между прочим. Вы знаете это, да? Вот это вот у нас третье место. Третье место. Вы знаете, всегда очень обидно получить третье место на ринге. Правда ведь? Нет. Ну, потому что из такого большого количества хороших животных вы пошли на третье место. А это почти второе, но без права участия в мастеринге. Это очень серьезно. Но я сегодня, меня ломала, ломала, ломала. У меня началась практически абстиненция. Третье место получает Мейн-Кун. Мы вас поздравляем. Вот у нас Мейн-Кун. А теперь дайте мне две розетки. Это у нас уже победили. Второе или первое, им по большому счету уже все равно. Потому что они получили право участвовать в мастеринге, который пройдет через 30 дней. В Алма-Ате будет всемирная выставка. В Алма-Ате? В Алма-Ате. Я знаю, что я восстановлю, не лечу. А жить я у тебя буду как? Конечно, да. Я сучу. Нет, в Алма-Ате будет всемирная выставка кошек. Следите, пожалуйста, за рекламой. Эти животные получили право участвовать в мастеринге, титул которых при победе заносится в родословную по-жизненно и детям, и внукам, и всем-всем-всем. А теперь мы будем с вами голосовать. Кто против Керла? Никто. А кто против? Никто. Никто. Хорошо. Кто за Керла? А кто за Рэга? А можно двоим первыми? Нет. Злые организаторы сказали только одно первое место. Да я бы вообще рада. Но моя... Что Керла? Первое. Кто-то вы знаете. Керла первая. Керла первая. Двоем фотографироваться. Два. Керла первая. Продолжение следует...